Всем привет-привет! Всех рада приветствовать на своём канале. Хочу вас сегодня пригласить для обзора пустых баночек. Да, должна была их отснять в июне, но никак не получилось. Не хватает мне прям времени. 24 часа в сутки мне недостаточно. Поэтому уже июль. У нас будут пустые баночки на 2 месяца июнь-июль. Их скопилось так много, вы не поверите, мне уже их некуда складывать. Вот такой вот громадный пакет. И я их выкинуть-то не могу, но потому что я должна их вам обязательно показать. Очень много позиций, которые мне нравятся. Буду их вновь покупать. И есть позиции, которые... Нет, не буду покупать, потому что... Ну, не устроили они меня и буду вам рекомендовать. Итак, у меня здесь соленочка, поэтому вытаскиваю всё подряд и приступим. Поехали! Давайте пройдёмся по порошкам. Хочу вам показать вот такой вот порошок Bimax. Не раз показывала для цветного белья. И не раз говорила, что всегда покупаю на акциях. Значит, Bimax Color. Гель концентрат. Удаление пятен. Арома кондиционер. Бережная стирка. Прекрасно, прекрасно меня устраивает. Буду покупать вновь. И вам могу порекомендовать, потому что хорошо отстирывает. И цветное, и тёмное, и чёрное. Я использую даже для чёрного. Отдельно не покупаю. Запах прекраснейший. Нехимозный. Мне устраивает этот порошок. И вообще, как бы, я в большей степени сейчас употребляю в жидком варианте. Потому что в порошковом варианте меня не устраивает. Засоряет машинку. И как бы, надо там дополнительно вот этот вот колгел покупать. Ещё что-то. Ну, то есть, как бы, я не хочу этим заморачиваться. И как бы, вот, жидкий мне устраивает. Да. Присмотритесь. Очень даже классный. Буду всегда покупать. И сейчас пользуюсь. Очень-очень здоровский. И второй вот такой вот порошок из этой же серии, из этой же марки Bimax для белого белья. Вот им я не очень-то довольна. Поэтому рекомендовать вам не могу. Покупать сама тоже не буду, девчонки. Потому что отстирывает он белое бельё неактивно. Две вот таких вот банки я использовала. Давала и второй раз шанс ему. Но не вижу никакого такого результата, чтобы действительно... Мне нравилось, как отстирывает белое бельё. Я сейчас пользуюсь. Купила Ариэль. Мне нравится в тысячу раз больше. Я люблю, когда белое бельё, там, рубашки, допустим, там, футболки, там, ну, даже нижнее бельё, чтобы отстирывалось очень качественно. То есть чувствовала, что действительно, как бы отстирал, так отстирал, да, поработал, так поработал. Но он недостаточно, даже при высокой температуре, недостаточно хорошо работает. Не советую. Не советую и долго на него внимания не хочу тратить. Дальше поехали. Что у нас здесь? Вот такие вот увлажняющие салфетки. Влажные салфетки бытовые закончились. Ну, там парочку штук осталось, если честно. Но почему? Потому что они там вот, что вот в них минус есть такой. Не знаю. Первый раз заметила, что они подсыхают. Может быть, вот эта вот крышка не совсем плотно закрывает. Поэтому у меня там парочку их осталось. Здесь 120 штук. Да, достаточно много. Может быть, я так редко им пользуюсь, что они уже высыхают. Запахом с натуральными эфирами сутрусовых написано. Очень удобные салфеточки. Есть ещё такая у них... Это, кстати, с фикс прайс. Есть такая вот зелененькая упаковочка. У меня целая лежит в запасе. Всегда покупаю, буду покупать. Вам рекомендую, потому что очень удобно. Пыль протёр, что-то там где-то в бытовых условиях. Пожалуйста. Ещё классно вообще их использовать для... Вот, допустим, для тканей, для одежды, для обуви, когда какое-то пятно поставила. Допустим, одели его в футболку чистую. Нечаянно поставили пятнышки. Вот со мной это случается почему-то закономерно. И поэтому эти салфеточки меня спасают. Я тут же вытерла пятно. И оно высыхает. Никаких ни разводов, никаких там ничего более. Не оставляется. И очень классно вообще. Дальше спокойно ходишь в чистой одежде. Не надо её сразу там в машинку стиральную бросать, чтобы стирать. Так что посмотрите. Очень классно. И мне очень нравится. Я буду всегда тоже используюсь. Копейки стоят. Очень здорово. У нас за окном постоянно такой перепад света. То потемнение. То посветление. Поэтому свет падает в негде. Сори. Но ничего не могу поделать. С нашей погодой. Следующая тоже такая бытовая штучка. Очень такая универсальная и очень классная. Хомстар. Активный гель для очистки труб. Устраняет даже очень сильные засоры. Для всех видов труб. Покупая постоянно в фикс прайсе. Копейки стоят. Не раз показывала. Вот вам демонстрирую. Беру и буду брать. Вот раз в месяц. Раз в два месяца. Постоянно заливаю. Вот такой бутылечек хватает на три участка. Так сказать. У меня две раковины и ванна получается. На 20-30 минут оставляю. Хотя я заявляю, что вообще за 5 минут всё удалит. Но я побольше, побольше по времени. И поэтому хорошо. Прямо засоры пробивает. Классно работает. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, как бы обратите внимание. Но подальше держите от детей. От людей, кого плохая память. Весь кем-то могут спутать. Не дай бог. Это нельзя будет. Это употребляется только для того, чтобы трубы прочищать. Скажу так. Дальше поехали. Закончился у меня вот такой вот дезодорант. Невея. По поводу дезодоранта. Я сейчас приобрела натуральный дезодорант марки Веледа в аптеке. Я была в поисках. Я вам рассказывала. Ушла от... Пытаюсь, вернее, уйти от алюминиевых дезодорантов. Если вам пофигу на содержание дезодоранта, то есть для вас не важно, там есть алюминий, нет алюминия, то невеевские очень классные. Они просто располняют свою функцию. Удаляют запах, устраняют, то есть подсушивают, хорошо держатся. Очень классные. Мне очень они нравились вообще. Даже не оставлять никаких пятен на чёрных футболках, на чёрных вещах. Никогда. Но меня не устраивает, что там есть алюминий. Я пытаюсь перейти на более натуральный дезодорант. Вот Веледа. Он, правда, не распылитель, а шариковый. Я пытаюсь к нему пристроиться. Ну, сейчас это всё делаю. Так что, если я с ним подружусь, я обязательно вам расскажу. Так, то, в принципе, меня он всё устраивает. Только оно шариковое, это шариковое. То есть это не распылитель. Он так сильно не подсушивает. Вот в этом минус шариковых. А так, если что, кому нравится, пожалуйста, присмотритесь Невея. Здорово. Дальше поехали. Закончилась у меня вот эта вот парочка. Я вам её показывала. О, даже здесь у меня волосы есть. Мои блондинистые. Я вам показывала. Вот такая вот парочка закончилась у меня. Это марка Гарниер Фрутти с активным концентратом фруктов. Сос восстановления, припляющий шампунь. Восстанавливает. Ну, я вам рассказывала. То есть из масс-маркета я пользуюсь этим и Эльсеф. Вот у меня сейчас закончилась парочка. Делюсь с вами. Да, пользуюсь. Буду покупать. Очень нравится. Сейчас я перешла на профессиональную линейку. Потому что я чередую. Когда масс-маркетом, когда профессиональными, я постоянно как бы чередую. Здесь, конечно, состав ненатуральный. 400 мл. Надолго как бы хватает. Расход минимальный. Пенится хорошо. Хорошо как бы. Все это очень хорошо используется. Даже с одного раза. Для средних волос. Тем более для коротких. Очень даже классно. Бальзам тоже классный. Восстанавливает. Для блондинок, для эмилирований, для осветленных. Присмотритесь. Очень здорово. Не утяжеляет. Не жирнит волосы. Потому что у меня с этим проблема. И мне нужно, соответственно, определенный кондиционер. Бальзам. И этот мне очень сильно подошел. Очень даже классный. Здоровский. Поэтому почему бы и нет. Без парабенов даже написано. Так что присмотритесь. Конечно же, когда буду вновь переходить на масс-маркет, обязательно буду покупать. И в Эльсеве мне тоже нравится. Также у меня закончился вот такой вот шампунь для моей семьи. Чистая линия. Всегда покупаю. Укрепляющий. Крапива. Сама даже иногда тянусь рукой. Пользуюсь. Шампунь без силиконов. Легендарное качество. Всегда моя семья. То есть мои мужчинки, так сказать. Муж и сын пользуются этим шампунем. Он не сушит. После него нет перхоти. Не выпадают волосы. И волосы увлажненные. Хорошие. Очень даже хорошо за такие деньги. Тоже буду покупать. Присмотритесь обязательно. Дальше следующее, что у меня закончился. Тоже фикс прайс. Вот такие вот губки. Это меламиновая губка ластик. Две в упаковке идут. У меня еще есть пачечка. Это инновационная чистка для использования химических средств. Ну, вы, я думаю, все уже с этим знакомы. Мне классно они нравятся. Очень классно, кстати, отмывать все белые поверхности. Пластик, пластмасса, принтуса классно чистят двери в уборке, если, да, в бытовых. Кстати, здесь даже написано, где используется дом, кухня, ванна, микроволновка, машина и обувь. Вот по поводу обуви хотела остановиться. У меня белые кожаные кеды. Вообще вот классно устраняет загрязнение. И кеды, они как будто как только что купила. Вот просто здорово. Поэтому присмотритесь. Классные губки. Есть один минус в них, в том, что мне не нравится. Но они стоят как бы тоже копеечки, да. Они очень как-то вот быстро распадаются. То есть не заканчиваются, а расщепляются. То есть крошатся, распадаются. Поэтому не знаю, с чем это связано. Может быть, с каким-то качеством или не знаю почему. Но всё равно буду покупать и вам рекомендую. Так что пользуйтесь обязательно. Дальше закончился вот такой вот у меня гель для душа. Семейный, так сказать, название не буду коверкать. Вот прочитайте. 250 мл. Всегда беру этот гель для душа. Всегда беру по акции. Рассказывала. Значит, что здесь у нас? Мандарин и лайм. Запах нехимозный. Не сушит кожу, не стягивает. Прекраснейше. Делает свою работу, исполняет. Всегда. Пенится очень хорошо, кстати. Поэтому расход минимальный. И не надо там много использовать для того, чтобы намылить своё тело. Или там на губку. Как вы? Я не знаю. Все по-разному моются. Так что присмотритесь. Тоже всегда беру и буду брать. Сейчас у меня стоит с другим запахом. Да. Ну, мои любимые ватные диски. Ола. Это просто моя любовь. Всегда беру, если вижу акцию, 2-3 штуки. 120 здесь штук. Очень-очень супер. Потому что без ворсинок, прошитые. И не мучаешься, что что-то осталось. И что тебе мешает на лице. Нет. Этого нету. И очень классная. Дальше. Следующее, что у меня закончилось. Это зубная паста с магазина Кусвилл. 75 мл. Отбеливающая. Не содержит фтор. Натуральная зубная паста. Рекомендую. Покупаю уже и второй, и третий раз. Классная. Классная. Рекомендую. Присмотритесь и возьмите. Потому что, во-первых, отбеливает. Во-вторых, я вам продемонстрировала. И отбеливает. И исполняет свою работу. Содержит здесь какие-то микроэлементы. Цинк. Ещё что-то. Суглё. И она натуральная. Бестора. И натуральная. Присмотритесь. Я нашла свою пасту. Буду покупать. Там ещё есть, кстати, у меня две вещи простые. Так что можно к другим присмотреться. Следующее, что у меня закончилось. Вот такое вот жидкое мыло. Чистая линия. 500 мл. Классное. Классное мыло. Буду всегда брать. Покупала, кажется, в окей. Сок берёзовых листьев. Не сушит кожу. Не содержит красителей. Да. Действительно, так оно и есть. Хорошо мылится. Расход минимальный. Не сушит кожу. И очень даже классное мыло. Сейчас я немножко другое взяла. На пробу я всегда в поисках. Всегда пробую. Но вот это мыло мне очень понравилось. Подходит для детей от 4 лет. Прям классное. Буду брать. И вам советую. Присмотритесь. Хорошее мыло. Очень хорошее. Так. Дальше. Смотрите. У меня закончилось вот такое вот масло. Оливковое. Но здесь 50-50. Рафинированное оливковое масло. Из выжимок. И нерафинированное. Да. Вот такое вот масло. 1 литр. Испанское, кажется. Очень классное. Сейчас я приобрела чисто нерафинированное. Оно немножко погорчит. Поэтому, ну, как бы всё равно привыкаешь. Я использую оливковое масло всегда в салаты. Но я уже не раз говорила. Жарю я на кокосовом. Сейчас вам тоже покажу. Вот это оливковое масло. Мне понравилось. Расход минимальный. Потому что, ну, в салат сколько там? Одну столовую ложку-то положишь. Если салатик на себя, одну делаешь. А если на семью, ну, две столовые ложки. Поэтому мне надолго хватает. Сейчас просто классное мыло. Вообще классное масло. Присмотритесь. Очень здоровское. Мне понравилось. Но сейчас немножко я вот хочу чисто нерафинированное использовать. Потому что всё-таки нерафинированные масла, они проходят ту обработку, которая проходит рафинированной. И поэтому все полезные компоненты для нашего организма там остаются. И нам это полезно. Поэтому, хочешь не хочешь, но нерафинированное надо покупать. И вот по поводу кокосового масла. Первое. У меня закончилось такое вот кокосовое масло с сайта Ахёрб. Девочки, присмотритесь к этому маслу. Очень здоровское масло. Мне очень понравилось. Это масло Garden of Life марка. Здесь 414 миллилитров. Значит, это масло из сырья. То есть, нет глютена. Фри животные. Может, не используют. Нет, нет. Это получается не из животных. Это из сырья делается, выработка этого масла из сырья. Из сырых продуктов, так сказать. Очень здоровское масло. Мне понравилось. Но здесь, получается, оно было с запахом. Да, с запахом кокоса. Но мне запах кокоса, знаете, не мешает. Кому-то, может быть, это не нравится. Я обожаю запах кокоса. Но буду ещё раз брать. И, да, здесь написано Extra Virgin. Это, получается, нерафинированное. Да, нерафинированное масло. Присмотритесь, кто нахер заказывает. Очень классное масло. Мне понравилось. Буду заказывать не раз ещё. И другое кокосовое масло хочу вам показать. Наша российская. Наш российский производитель. Это уже рафинированное. Веганский продукт. Не содержит ГМО. Видела у себя здесь в паре. Купила, попробовала. Для жарки, тушения, выпечки. Мне понравилось. Мне понравилось. Но это уже без запаха. А стоит оно, конечно, подешевле. Что-то в районе 200 рублей. Здесь 450 миллилитров. Мне понравилось. Буду, конечно же, брать, использовать. То, что касается кокосового масла, можно использовать и то, и другое. Оно и то, и другое полезно. В принципе. И на том, и другом тоже как бы и жарят, и всё это делают. Но я, если честно, сильно не жарю до какой-то там хрустящей корочки. Никогда этого не делаю. Это вредно. И вам не советую. Я как бы больше тушения делаю тушением. То есть тушу, допустим, или овощи, или там ещё что-то. Какие-то там продукты. То есть вот. Это вот мне очень понравилось масло. Присмотритесь. Буду покупать обязательно. О, здесь у меня завалялась ещё вот такая вот штука закончилась. У меня Ленор. Это кондиционер. Аромат вдохновлённой природы. Масло Ши. Кондиционер для белья. 910 миллилитров. В принципе, неплохой, нормальный. Вообще по качеству они все кондиционеры очень классные. Но у меня есть два любимых запаха. Я вам рассказывала. Этот запах мне не очень понравился. И после как он пахнет белью, мне тоже не нравится. И притя покупать не буду. Ну, здесь на любителя. Запах на любителя. Но притя покупать не буду, не хочу. Потому что он не нравится мне. Дальше следующее. Что у меня здесь позаканчивалось? Такой вот крем для рук. Чистая линия. Ой, нет. Бархатные ручки. Крем для рук питательный. Здесь у меня была четвёрка. Ну, я в основном беру тройку или четвёрку. Потому что первая, вторая – это слабенькие. Пятая – это уже более-таки жирная. Не люблю, когда жирная крема остается на руках. А тройка, четвёрка у меня устраивает. Масло шеи, витамин В5, Е. Я всегда беру бархатные ручки кремушек. И вам советую. Классный крем. Мне нравится. Ну, как бы для меня он устраивает. Буду брать. И очень даже здоровский. Здесь усиленно гиалуроном было. Вот так вот. Такой вот кремшек у меня закончился. Также у меня закончился вот такой вот крем Libre Derm. Крем коллаген, омолаживающий для кожи контур глаз. Коллаген. Ну, такой вот. Он, наверное, вам лучше показать. Что могу сказать про крема вокруг глаз? Вы знаете, я говорила не раз, что я на них большую ставку не ставлю. Глаза мои, они вверх, не поднимут. Морщины не уберут. И, соответственно, хорошо увлажняет, хорошо питает. Это самое главное. Покупаю в аптеке. Классно. Мне нравится. Устраивает. Ну, я в поисках. Я постоянно пробую, экспериментирую, нахожу что-то новое. Поэтому, в принципе, как бы вот так, да. Дальше. А, у меня здесь ещё закончилась такая вот зубная паста. Видите, как много скопилось? Ну, что, блин, практически за два месяца. Блендомет. Всё, я от этих паст ушла. Здесь 75 мл. Отбеливающие, там, с частичками, маленькие частички находятся. Ну, кому пофиг на содержание пасты, какое имеет содержание. Для меня паста сейчас самое главное, чтобы не содержала фтор. Если вам пофигу на это, то присмотритесь. Эта паста отбеливающая очень хорошо, очень хорошо. Она, как заявлено, да, она отбеливает. И очень даже здорово. 3D White Lux. Если кому на содержание пасты, всё равно. И следующее у нас вот такая вот масочка. Белита. Магия Марокко. Неужели у меня что-то начинает заканчиваться из белорусской косметики? Вы не представляете. Вот эти вот маски, они какие-то долговечные просто. Я уже что-то хочу новенькое попробовать заказать и вам показать. Они, как бы, ну... Как-то их много. Преображающая маска пилинг для лица с глины Гассул. Экстрактом маринки. Для всех типов кожи. Глубоко очищает, выводит токсины, снимает маску усталости. Выравнивает тон кожи, сужает поры. Вот такая вот масочка. 100 мл. Классная маска. Честно вам могу, классная маска. Могу вам посоветовать. Ну, просто то, что заявлено, она делает. Мне понравилась. Ну, конечно, за один раз она у вас сильная. Там какие-то преображения нет. Но если вы будете делать это систематично, постоянно, то есть, вот, присмотритесь. Мне очень нравится эта маска. Конечно же, буду покупать. Буду покупать. Эта серия очень даже здоровская. Здоровская. Дальше, дальше, дальше. Закончилась у меня вот такая вот приправа. Тоже сайта iHerb. Сейчас, наверное, вот так вот, да, видите. Ну, это Simple Organic. Здесь у меня был не базилик, а петрушка. Здесь у меня была петрушка. Очень нравятся мне их приправы. Постоянно заказываю и сейчас пользуюсь. Прям здоровская. Присмотритесь обязательно. Чистые. Никаких лишних там нету ни мусора, ни пыли, ничего. Всё натуральное, органическое. Но очень классные приправы. И, в принципе, как бы расход тоже минимальный. Мне тоже как бы устраивает это всё нравится. Следующее, что у меня закончилось. Вот такая вот краска. Прокрасилась я наконец-то. Профессиональная краска. Шварцкоп. Рояль Егора. Номер 9.1. Это у нас блондин Сандре. Очень мне нравится этот цвет. Вот этот цвет такой. Вот вам покажу сейчас на свету. Вот я такая блондинка. Цвет такой. Наконец-то я покрасилась в отпуск. Как раз ехать. И, кстати, сделала вот такие вот ноготочки. Так, отступление от темы. Ноготочки такие красивые. Вот так вот. Очень мне нравится. Так, дальше поехали. Значит, красочка закончилась. Нравится, как они сейчас изменили формулу. Более мягкая. Не сушит. Ничего подобного. Всегда использую. Беру за счёт цвета. Вы же вам не раз говорили. Да. Следующее. Хочу показать. Закончилась у меня у мужа. Покупала вот такой вот наборчик. Ещё третья позиция. Это крем после бритья. Значит, гель для душа, туалетная водичка и крем после бритья. Этот набор я ему покупала в Ревгоше на Новый год. Вот, представляете, это только сейчас закончилось. Экономично как. Экономично просто. 100 мл. Гель для душа. Запах обалденный. Пользовался не только муж, но и мой сын. Что могу сказать. Просто, когда пользовались ванью во всём доме. Запах, аромат, благоухание. Это просто шлейф неимоверный. Ну, просто здоровский. Вот такой вот гель для душа. Экономичный расход. Кстати, очень экономичный расход. Классно пенится. Крем после бритья, вернее, стоит, ещё пользуется. Тоже запахом таким. И вот такая вот туалетная водичка тоже закончилась. Это у нас туалетная вода в Франции. Да, 100 мл. Что могу сказать про туалетную водичку? Вот прям на лето очень классно. Вообще суперский запах. И был шлейф, и аромат суперский. Если даже говорить про подростков, тоже подросткам подойдёт. Если говорить про такие зимние периоды и холодное время, там, зима, допустим, там, холодная осень или весна, то, конечно, как бы запах будет, ну, как бы вы не слышите его. А если вы, допустим, на жаркую осень, там, тёплую весну, то, конечно же, очень классный. Запах классный, присмотритесь. Это марка Carven. В Ревгоше покупала. Ну, достаточно она такая, можно сказать, не очень дорогая марка. Так что присмотритесь. Хороший был наборчик. Моему мужу понравилось. Но сейчас у него другая туалетная водичка. Более насыщенная. Он любит более насыщенную. Так, следующее. У меня закончился вот такой вот тоник. Это марки Clinique. Это вторая ступень. Здесь, значит, у нас идёт тоник. У них там по ступеням идёт. Здесь 200 мл. Тоже расход минимальный. Надолго хватило. Запах, знаете, такой специфичный на любителя. Не всем может понравиться. Но, как бы, я к запахам отношусь, если уж не чересчур гидовитый термоядерный. А так, это нормально. В чём фишка этого тоника хочу поделиться? Тоже как-нибудь обязательно его куплю. Мне понравился. И вам могу посоветовать. Он, значит, он, конечно, задерживает немного спирта. Но этот спирт не проникает во внутрь кожи. Он поверхностно делает свою работу и улетучивается. Вовнутрь он не сушит. Он не сушит. Он, наоборот, даже увлажняет. И во внутрь кожи он не проникает. И что самое главное, этот тоник, он так нанесёшь его. И сначала такой эффект, знаете, как будто как ментольное покалывание идёт. Какое-то такое... Чувствуешь, как будто тоник работает. И преображение вот это вот идёт. А потом оно, соответственно, всё это постепенно-постепенно уходит. И всё. То есть этого нет в долгий период. Это только вот как вы только нанесли. Мне понравился тоник. И хорошо, кстати, он хорошо очищает. Даже если вот хорошо вы очистите кожу, берёте диск, да, протираете... Всё равно на диске есть что-то. Я сначала не поняла, может, я некачественно очистила кожу. Мне продаёц-консультант сказал, нет, всё равно будет всегда... Как бы вы не числили кожу, всё равно на диске будет оставаться. Почему? Потому что вот этот верхний слой орговевшей кожи, он снимает его за счёт вот этих компонентов, которые там есть. Поэтому присмотритесь. Очень мне понравилось. Советую. И как бы... Это вторая ступень. Там, кстати, есть разные ступени для разного типа кожи лица. У меня для... Сейчас скажу, для нормальной и склонной к сухости. Да. Для нормальной и склонной к сухости. Вот такой вот у меня плутоник. Но для жирной и ещё для чего-то там есть. Вы присмотритесь. Следующее, что у меня закончилось, это вот такой вот серум марки Now. Это сайт iHerb. Серум марки Now от сайта iHerb. Значит, здесь герлонка есть, 30 миллилитров. Помпа вот такая вот. Очень даже, что удобно. Да. Расход минимальный. Надолго он хватил. Значит, буду его заказывать. Не знаю, девчонки. Не знаю, потому что как бы двоякое у меня мнение о нём. Не очень мне понравился. А в каком плане? Да, он, конечно, делает свою работу. Ну, как бы не шедеврально, конечно. Там, вау. Есть как бы крема на iHerb. Они намного-намного лучше. Один из них сейчас покажу. Тоже закончился. Но вот этот вот у меня, что могу сказать? Он, когда наносишь его, остаётся плёнка. Она, конечно, надо подождать. Надо дать ему поработать. Если вы им пользуетесь, там такая консистенция, как водичка. И вот ты нанёс на неё, она как будто тебя как маску нанесла, облипало всё такое. И дайте времени. Носите сразу там праймер и косметику, макияж. Дайте поработать. Он потом уже со временем, он как бы проникает вглубь кожи. И, соответственно, вот этой липкости не остаётся вообще. И нормально уже. То есть себя как бы чувствуешь, что себя нормально. А первые прям несколько минут, там, оно чувствуешь как будто как масочка. Такое вот. Ну, мне кажется, да, конечно, работает. Он увлажняет. И, соответственно, делает заявленные вещи. Ну, я не знаю, буду я его брать, потому что есть более другие позиции на iHerb, очень классные. И вот этот вот кремыш, который мне очень-очень сильно понравился, обязательно буду его заказывать. Его надо использовать, как заявленный в холодное время. Но вы знаете, здесь тоже двоякое мнение. 50-50. Некоторые говорят, что и не вредно его использовать и в жаркое время. Это крем у нас с ретинолом. Ретинол 1%. Вот такой вот крем. Значит, будет отсвечивать. Нет, вот так вот вам покажу. Вот такая вот марка. Вот так вот. Вот прочитаете марку. Крем. Крем здесь 50 мл. Расход минимальный. Хватает на очень долго. Ну, стоит там в районе 1000-1000 с копейкой, может, не помню. На очень долго хватает. Хватает крем просто шедевральный. Его наносить только на ночь, не под макияж, не днём. Только на ночь. Это ретинол. Это ретинол, витамин А. К другому говорю, да? Вот здесь вот у меня закончился. Запах такой приятный. Ну, мне приятно. Не знаю, как кому. Опять же, всё индивидуально. Обязательно буду заказывать. Обязательно. Вот прям осенью я обязательно закажу. И чтобы осенью, зимой и весной им пользоваться. Просто обалденный крем. Он восстанавливает кожу. Он улучшает регенерацию кожи. Он снимает верхний аргавивший слой кожи. Он работает с высыпаниями подсушиваниями. Он работает с морщинами. Это просто нужно пользоваться. Нужно системать в системе. Знаете, как система? То есть постоянно, регулярно пользоваться. И тогда вы увидите результат. И очень мне нравится этот кремушек. Нигде вы, ни в одной аптеке, ни купите ретинол 1%. Минимальный процент. Но он не так работает. А вот 1% классно работает. Просто пою ему оды. И вам рекомендую. Попробуйте, используйте. Ну, классный крем. Классный. Классный. Буду всегда его брать. Следующее. То, что да, он еще косметический. Закончились вот такие вот патчи. Тоже сайт iHerb. Сегодня достаточно тоже много сайта iHerb. Петифи марка. Патчи очень удобные. 60 штук. Вот такая вот формочка. Хорошо лежит под глазками. Убирает припухлость. Убирает какие-то потемнения. У меня тут этот глаз, он вообще предатель. Предатель. Вот. И то свет не так падает, то еще что-то. 60 штук. Мне понравились. Просто мне понравились. Сейчас я пользуюсь патчем гнездо. Птичье гнездо. Тоже они мне нравятся. И маски, и их патчи. И вот эти вот патчи мне тоже понравились. Буду заказывать. Вам советую, советую, советую. Берите и бегите. И осталось три позиции. Это мои БАДы, которые у меня закончились. Первый у меня закончился КЭЛП. Марки НАУ тоже. Вообще марку НАУ, доктор Бест, я на iHerb очень люблю. А здесь у них есть GMP, как вы уже знаете, проверенная. То есть проверяется на государственном уровне. Обязательно проходят все проверки. Поэтому без этого никак. 200 таблеток – это КЭЛП. Что такое КЭЛП? Это, по-другому говоря, йод. Здесь йод идёт из бурых водорослей. 150 мг в одной таблеточке. Там в таблетках. Запах никакого нет. 200 таблеток хватает надолго. 150 мг – это суточная доза для профилактики. А если у вас нехватка, соответственно, здесь уже надо проконсультироваться с врачом. И, соответственно, вы будете пропивать. Вы знаете, я пью и мой сын. Мы без него никак. Это постоянно в нашем рационе. Постоянно в нашей аптечке. Сын у меня пропивает полгода, полгода отдыхает. Я, в принципе, так же. И что могу сказать, что очень хороший эффект, очень хороший результат, чтобы не переходить на гормон. Потому что на гормон перейти мы всегда успеем. Чтобы организм не привыкал, а от йода он не привыкает. Просто у нас вот нехватка йода. И у нас, как бы, получается... Сколько он пьёт? Он пьёт 200... Да, он пил 200 миллиграмм, по полторы таблетки. И через два месяца уже динамика такая сильная. Шестёрки на тройку. Ну, кто понимает, о чём я говорю, это ТТГ. И, соответственно, я сейчас тоже его пропиваю. Вот. Чтобы у нас были крепкие волосы, чтобы волосы не выпадали, ресницы, брови. Соответственно, ну, наше настроение, наше самочувствие. Всё, что наша щитовидная железа делает, чтобы мы худели правильно, преобразовывались. Соответственно, чтобы теники под глазами не было нас. Вот. Это тоже надо обязательно. Следующее, что у меня закончилось, я их пила вот так вот в парочке. Это у нас Омега, тоже марки Нао, 180 капсул. Здесь было у меня в капсулах. А здесь у нас, значит, на что нужно обращать внимание. Не только, что какая Омега, да. Надо обращать внимание на кислоты. Это ДХА и ЭПА, да. ЭПА и ДЭХА, как правильно это говорится. Значит, потому что концентрация должна быть суточная норма. Это должна быть 1000 мг этих кислот. И тогда будет польза вашему организму. А не просто пить рыбий жир. Да. Хороший состав, хороший рыбий жир. Так что присмотритесь, тоже буду заказывать обязательно. И вместе с ними я пропивала витамин Д3. И до сих пор сейчас пропиваю. Просто рыбий жир я пропиваю курсами. Я 3 месяца пью, месяца дыхаю. Да. И витамин Д я пропиваю систематично. Сейчас я набираю нехватки, которые у меня есть в организме. Конечно, всё под контролем анализов. А потом, когда я наберу ту цифру, которая мне нужна, я буду пропивать его для профилактики. Для профилактики 2000 американских единиц этого достаточно. Сейчас я пропиваю 4000 единиц, чтобы поднять. Ну, там надо даже минимально, это вообще, чтобы поднимать с нехватки, это 5000 единиц. Ну, как бы я на 4-х остановилась, у меня поднимается, всё хорошо. Вот тоже марки НАУ, тоже Сахёрб, витамин Д3. И присмотритесь, очень хороший результат, очень хорошие 120 капсул, маленькие такие капсулы. У меня пропивает сын по 2000 американских единиц, поэтому витамины Д3 вы многие знаете, что нам очень нужен. Не буду останавливаться на этом долго, потому что как-нибудь отдельно я вам расскажу свою историю. Отчего я пришла, и как я и худела, как я всё это делала, что я пропивала, и отчего есть результат. Соответственно, всё пусто, весь пакет пустой, всё я вам показала, рассказала. Была рада вас видеть, слышать на моём канале. Так что, кому понравилось видео, не забывайте ставить пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, потому что мне это очень важно, понимать, что по ту сторону есть люди, которым интересна та информация, которую я вам доношу. И, соответственно, мне это в помощь и в одушевление. Всем всего хорошего, крепкого-крепкого здоровья, радости, счастья. Хотела бы пожелать хорошей погоды. Да, желаю вам хорошей погоды, насладиться солнышком, потому что сейчас идёт лето. И нужно наслаждаться солнышком. Вот я тоже поеду скоро со своей семьёй наслаждаться солнышком. Всем всего хорошего, всем пока-пока. До новых встреч, до новых видео. Пока.